Вот это вот продолжение темы. Вот так выглядит обычно. Я вам предлагаю, впереди весна. Мы эту тему не закончили, потому что вопросы идут, что делать, метровый снег, караул. Я до начала взял так, близко к этому подходим. Ну, сегодня у нас, ну, я взял снимок старый, не старый, но не свежий, я называю его показательный. Вот это в тысячах миллионах садов, когда тает снег. Согласны? Никто специально за это не платит. Такие деревья, как вы видите сейчас на снимке, их никто специально, то есть не молодое дерево, на хомпе сами не садил. И вот идет сель, и оно начинает медленно гнить. Так. Значит, что получается? Получается, что проблема существует. Ну, пусть сегодня 12 февраля, но уже через месяц проблема станет полный рост. Готовьтесь к этому. Вот. Там, где... Нет, по порядку. Не буду забегать вперед. Вот эта вот, дама, да, у нее получается так. Она работала за деньги. Она не знает, что это абрикос, что она посадила его на смерть. Бородючек специально сделал, чтобы быстрее сбил. Но беда, он не тут же сгниет. Ему нужно для этого какое-то время. Так. Она за это время успевает сделать фильм, заработать деньги на этом. Так. А человек повторит то же самое. Так же, как тот персик в Сибири. Вот, что я выше показал. Значит, снег сходить. Снег будет сырой-сырой. И вот, когда он дойдет до земли, случается самое жуткое. Вот эти ямки. Мало того, на ровном месте опасно. Ровное место опасно. Тут бы можно было протоптать, прокопать канавку. Спустить. А человеку не догадываются. Таких, кто не догадывал, их миллионы. Ах, дерево погибло. Ну, я же говорю сейчас, самое элементарное из элементарных вещей. Разве это плохой совет, прокопать канавку? И пусть именно она сходит. А, допустим, здесь ямки нет. Но когда ямка, это самая вредная вещь на свете. Она сделала ямку. Допустим, сразу еще не сгнил. Но вот уже снега не стало. И тут начинается самая страшная вещь. Во многих регионах почва еще не прогрелась. Она еще замерзшая. Вот в лопату не втыкается. И тут начинаются вот эти проблемы. Выпал снег. И самый момент. Плюс на минус, минус на плюс. И вот эта лужа, самая страшная, когда она днем замерзает. Нет, не так. Ночью замерзает, минус. А днем оттаивает. И вот этот плюс на минус несколько дней. Мои многолетние наблюдения. Гарантированная смерть. Она же этого не знает. В начале замерзшая земля. Пусть даже не каждый год. Вдруг она в теплом регионе сидит. Ну а зачем она учит-то всю Россию? Опять сотни тысяч просмотров. Она не знает, что дополнить до ямка. А это уже гарантированная смерть. Вот убери вот эти бордюрчики. И вот туда вниз, вот явно на кончик. Про какая канавка. Глядишь, она лет пять проживет. А она сделала, чтобы она погибла буквально за пару лет. Днем. Вода, ночью лед. Днем, вода, ночью лед. Это корневая шейка, основание штамба, гарантия. А она учит. Почему? Ей нужно за этим заработать. Она настолько невежественна, просто она этого не знает. Понимаете? А как я ее не покажу? Я пытался так сделать, чтобы ее не было видно. Но дело в том, что самое обидное, я еще как говорю, хуже всего, когда берутся люди, которые ничего не понимают. Как их учили сто лет назад, пятьдесят лет назад. Ямка для полива, точка. А почему абрикосов нет? Ведь ты же погубила дерево уже. А вот это тоже из этого самого. А опять, как всегда, человек берет, учит. Ямка побольше, шланг включил и стоит, разглагольствует. Всегда есть определенное количество воды, больше лить нельзя. Когда в такое количество воды, а речь идет о кубометрах, ладно, говорят, там два ведра переживет, десять ведер переживет, но кубометры, это значит, что это означает. Кислород выдавливается весь на глубину, несколько метров. Раз. Значит, бактерии, просто бактерии основа, я уже сто раз говорил, кстати, это в Иркутске. Видите, не знаю, в Иркутске. А там что, грамотных нету? Бактерии – это основа плодородия. Количество бактерий и плодородия – это одно и то же. Чем больше бактерий, тем больше. А она сейчас уничтожает их миллиардами. Вот просто берет, она не знает, что грибы любят влагу. Но не до такой степени, когда сгнивают. Понимаете? А черви, почему их называют дождевыми? Если спасутся, то только караулы выползут отсюда, где-то с краешку. Вот. И все. А кто будет обеспечивать дерево, пищень? Откуда человеку это знает-то? Ну зачем ты тогда учишься? То есть, еще одно ограничение. Нельзя лить безмерно. Мы говорим, перед зимой нельзя, особенно, это самое смертельное, это лить подзимний полив, влагозарядковый полив, словно хватались, ничего не понимают. И этого нельзя делать даже весной, даже летом. Даже осенью. Вот то, что вы видите. Еще раз, если у дерева из крона, она распределит ладу так, что даже небольшие дожди, все уходят в дело. Вот. Ну, знаете, а когда вот это готовил, подбирал фотографию, ну, попалось в это. Я, вот такие самые для меня люди, которые имеют учебной степени, вот, они вызывают уже какое-то чувство, ой, опять боюсь условно говорить. Вот. Ну, невероятно, когда, значит, берут ей это самое. Вот, чтобы она в этом понимала. Ей приказано. Есть сценарист. Ей на всю страну. Ей приказано. Перекопать вот почву. Уничтожить червя, уничтожить червячные ходы. То есть, уничтожить кислородные ходы. А расу, ветерацию, когда все уничтожить. Так? А дальше добить чем? Вкапывается труба. Давайте возьмем две крайности. Это серьезный разговор. Я вам уже надоел. Это нудность невероятная. Когда-то в первых вебинарах я вам показывал этот снимок. Ну, ему 100 лет. Он мне 100 лет только. Чтобы была польза, каждый несколько лет я его решил повторять. Может, новые люди. Вот она сейчас это сделала. Закопала трубу. Теперь она крышку будет снимать. Очень даже аккуратно. Вот. Сданет туда воду и скажет, полив закончен. Итак, две крайности. Если шел дождь. Допустим, накануне. Если земля сырая, полив не нужен. Если дождя нет. Тогда что происходит? Она поливает в трубу. А вся живность, повторяю, миллиарды, триллионы бактерий. Они состоят из воды. Может, она этого не знает. Она же кандидат наук. Откуда это знать? Сейчас же кандидаты-то знаете какие? Как он говорил-то? Грибы. Вы знаете, что грибы влагу любят? Нет? Вы собираете-то грибы после дождя. А она-то не знает. А, она грибы не собирает. Вот. Короче, высыхает вся, она же еще осталась без дёрна. Теперь вся эта взрыхленная земля высыхает полностью. Грибы вздыхают. Вы знаете, что там под землей, они же не сверху. Мы говорим грибы, мы подразумеваем, чтобы грибы этой почве тоже самое. Черви вздыхают или уходят. Ну, так или не так? Вот. Корни страдают. То, что попадет в эту трубу, далеко не пойдет. Это надо часами лить в трубу. Она же переполнится, труба, сразу. И стоишь ты, как с чайника. Ильёшь, Ильёшь. И понадрела, прюнул, ушел. Засуха продолжается. Вот это на хрена было? А ведь тысячи людей возьмут и начнут вкапывать эти трубы. А это значит, вздохрят почву, уничтожат червя, уничтожат сирячные ходы, вентиляцию, канализацию, аэрацию. Вот. И еще будут это делать каждый год, пока не угробят дерево. Я вам пишу. Скиньтесь градуси по копеечке. Ведь они же зарабатывают на этом. Зачем это была очередная эта самая... Кстати, привет вам от Елены Александровича. Наша, одна из лидеров нашего кружка, она же ученица железа, она же аспирант, самая настоящая, да, скоро кандидат наук. И она же приехала с ВДНХ. Она там представляла Красноярский край. Ну, я вам в прошлый раз рассказывал, повторяться не буду. Она представляла Красноярский край на ВДНХ. И я, это, самая дочка, Леночка, пожалуйста, может, найдешь часок, найди эту, где павильон, где они деревья садят на верную смерть. Посмотри, может, правда выросли? Ну, искала, обращалась к администрации. Ну, там оказалась на этом месте стройка. Так что, если даже... Ну, проширяют павильон. Так что, если даже и там садили что-то, мы никогда не узнаем, сами они сдохли. Или их, это, бульдозером убрали. И их посадки вот эти. Вот такие вот, вот, видите. Идем дальше. Так вот, ради серебряников приучать садоводов глупым приемам. Еще раз, глупый, смешной, опасный для дерева, ненужный, затратный. Ну, зачем нас так не любят, я вот понять не могу. Так, идем дальше. Не знаю, надоели ли вам мои. Ну, опять получается, злой следователь, а доброго почти ничего. Не считая того абрикоса из косточки. А, нет, есть кое-что полезное. Не считая 60 абрикосовых деревьев из косточек на Орловщине, да? Ну, хоть какие-то плюсы есть. Алексейка Алексея, один из наших лидеров нашего кружка. Вот. Поправка, это его письмо ко мне. Человек хочет засыпать опилками престольный круг, не снегом, в конце зимы, чтобы задержать раннее пробуждение. Валерий Константинович, все на ваше усмотрение. Как сами решите, важно ли это и надо ли комментировать? Важно и надо комментировать. Другое дело, что, значит, ответа вы сейчас у меня не получите. Ну, и что такое раннее пробуждение? Вот видите фотографию? Вот это и есть раннее пробуждение. Это горькая правда. Вот. Значит, одна крайность. Убрали весь снег. Допустим, снег 50-60 метров. Чаще всего так бывает. Наша страна снежная. Вот. Бывает, как у нас в Сибири, малоснежье в двух регионах. Но в двух регионах это еще не вся Россия. Итак, полметра в метр. Значит, если... А давайте еще посмотрим ниже. Итак, раннее пробуждение это ужас. Так. Значит, если повезет, значит, получается и те, которые рано пробуждаются, дадут урожай, и те, которые поздно пробуждаются. Это просто один из примеров с моего сада. Вот. Так вот, смотрите. Сейчас, прежде чем делать выводы ранние или поздние, я цитирую письмо своего брата Юрия Владимировича Железова. Да, он механик, но я всегда гордо говорю, когда узнал, что это, что он закончил сельхозвуз, и он в моих глазах поднялся еще на это самое. На две головы. Еще... Итак, мой брат. Еще интересная информация. Попробовал, мороженое ли земля под снегом. Внимание. Под абрикосом, где осень, убирал снег до конца декабря. Лоб в землю не лезет, хотя снег уже нанесло 23 сантиметра. Так. Под другими деревьями, где снег не трогал, его сантиметров 50. Там лоб спокойно втыкается, значит, земля отошла от более теплых слоев снизу. То есть температура поверхности земли около 0 градусов. Итак, существует два варианта. Вот. Но он взял и раскопал сейчас, то есть в середине февраля, скорее всего, за месяц до таяния он взял и раскопал. Ну, кстати, мы видим, что он хвои закрывал, наверное, от мышей, да, Юрий Владимирович. Вот. Так вот, смотрите, что будет. Значит, скорее всего, произойдет еще один-два снегопада. Вот. И опять закроется. Будем считать, что он делал предварительно. Сейчас на раннее пробуждение шансов нет. Земля не оттает. В середине февраля Костромская область. Заметьте, сразу Костромская область. Поэтому эта работа не навредит его абрикосам. Вот это. Еще закроет снега, может быть, на 10 сантиметров, на 20 сантиметров, а может, снова исчезнет яма. Предварительную работу он сделал. Почему? Потому что другая крайность, когда снег начинает медленно садиться, подтаивать, он тает. Это вот хорошо иметь грамотно, врат. Вы думаете, все знают, что снизу нагревается, что там где-то планета, там где-то это. Допустим, точно не знаю, но мои наблюдения. Вот, допустим, метр померзания. Полтора, два метра. У-у-у! снизу отогревается теплее, чем сверху. Какое-то весное солнце бывает это. Вот. То плюс, то минус. Снизу прогревается. Мне было приятно узнать, что мой брат знает, что такое теплые слоя снизу. Все-таки это, как видите, а я об этом мало кто знает. Это раз. Потом, у него, допустим, завтра начнется раннее, как называется, раннее, раннее, раннее потепление. Тут же промокнет весь снег. Заметьте, снизу отогревается снизу. И это место начинает сгнивать. Причем довольно быстро. А это абрикос. Вот. Хотя он садил по всем правилам на холм, но метр в снегу, как выразился один товарищ, еще потом ниже покажу, знаешь, кодурился. Абрикосом тут делать нечего. Ну, хорошо. Все равно хочется иметь абрикос. Тогда, получается, он правильно предыдущий раскопал? Надо будет закопать, так хотелось сказать. Но пока ему это не навредит. А в разных районах все это выглядит по-разному. Вот. Вот это я пока пропускаю. Пока. Потому что он произнес несколько фраз, которые меня потрясли. Я все знать не мог. Это про гениального ученого, про Ирину Исаеву. Вот. Но сейчас получается, что нам мало времени, а хочется побольше бы практичного. Так что Николаева этот самый, Иваночка Уродюба, пожалуйста, простите, что я пока вас пропускаю. Один раз рассказывал на вебинаре. Но годы идут, народ знает свои герои. Вот. А мы вместо этого ерундаю занимаемся. Я имею ввиду это. Это ладно, он закончил темирязевку. Но он там как белая ворона со своим опытом, со своими знаниями. Как белая ворона. Помните это же его сокурсница. Вот. Из косочек вырастет эти дички жердель жердель за мошенник. Вот. Итак, комментарий был совершенно от незнакомого человека. Абрикос не про нас. Я не стал тут ни фамилии. Просто выйти. Абрикос не про нас. Вот. Абрак мой пытается, пусть это нелегко, но все-таки Абрикос спасает. То есть пока я считаю, что это плюс для его региона. Смотрим дальше. Вот это вот мне прислали. Это не моя фотография. Где-то в 15-м году кто-то прислал. Что будет? Сгнет или не живет? Спрашивает я говорю. Да, сгнет. Вот. Вот это есть то самое, что происходит каждую весну. Как вы считаете, если уж посадил не на холм, может быть, даже я моя есть. Но я правильно сказал им? Отгребай снег, спасай. Правильно. Ну, и вы согласны. Нельзя же так оставлять. А у брата этого не будет. Согласны? А у брата не сгнет. Хотя бы за это можно быть спокоен. А вот это вот в моем саду. видите? Снег тает, а здесь уже все нормально. Вы думаете все? Я сейчас буду сам себе противоречить. Меня часто ловят на слове. Сам не режет, все хочет резать. Сам режет, все хочет не резать. И вот что только угодно. Не подходит дерево секатором, не подходит дерево секатором, если вы ничего не понимаете в этом. Нетронутое дерево это лучше, чем вы его искалечите. Вот. Хуже его же точно не будет, если вы не подойдете секаторам. Так вот, видите? Это значит, что у меня зарощена трава. Густой, густой травой. Что это значит? Она мне заменила этот снег. Снег сошел. У меня снега всегда мало. Мне сейчас 5 сантиметров вот. Снег сходит. А как же быть, корнево щейка была сухая? Все вроде нормально. Если бы была черная земля, дерево просыпается и попадает куда? Под заморозки. А у меня заменяет толстый толстый слой шоколада. Толстый 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 чуть не рассказал. сникерс это кусок сала и толстый слой шоколада. Так вот, мне заменяет черную землю, которая быстро пробивается. Толстый толстый слой дерна. Поняли? И теперь мне не страшно, что снег сошел. Вот так вот, ребята. Вот. Ну, и для как сказать, для фона вот эта фотография. Фотография кого-то из вас. Как вы думаете, спасает он или нет? А я не знаю. Он спасает корневую шейку? Да. Чуть раньше проснется, пойдет под заморозки, останется без урожая. Представляете, сколько я вам рассказал, он говорит, господи, лапши-то подавесил. А ответ-то какой? А ответ вот такой. Это дерево рекордсмен. Самое старое дерево в моем саду. Было другое, но его уже нет, я о нем тоже расскажу. У меня деревья это каждая личность, каждое дерево. Так вот, знакомьтесь, Юлия Матвеева, на тот момент студентка, одна из моих лучших учениц. Теперь свое дело, свой питомник, умница, красавица, уже не студентка. Вот. Вот тогда это 10 лет прошло. Да, где-то 10 лет. Представляете? И вот это дерево, которое было, допустим, 30, сейчас 40 лет. Вот. Вы ничего не заметили? На склоне растет. На склоне. Вот и вся эта, весь секрет. Вот. И никогда здесь огромная крона, начинается зима, худо-бедно, но под ней всегда снегу меньше. Никогда не было даже не то, что метрового снега. Здесь никогда не было даже 20 сантиметров. Никогда. Вот. И сама крона защищает от снега частично. И то, что я никогда его не резал, ну, не считая первого года, глупость была. Вот. И наконец 40 лет и корневая шейка абсолютно здорова. Вот поэтому дай бог, чтобы они дожили до этого. Но в снежных регионах абрикос для них не рассчитан. Это горькая правда. Значит, надо исправлять природу ла-па- той. Закончим этот разговор. Ну, нет, еще литрация. Я как-то в одном фильме, детском фильме показал эту фотографию. 1 декабря 21 года. Это мы с Тимошкой заготавливаем серенки. 1 декабря. Посмотрите, сколько снегов. А я заготавливаю. После морозов. Никогда я не это не... Кто меня знает, у меня бывает торопит, я говорю, нет, следите за этим. Видели, было минус 20. Видели, было минус 25 в районе Саяногорска. Видели, в районе, в Шушенском районе. Вот теперь холодно, чуть-чуть ждем, пока чуть-чуть потеплеет и вперед резать. 1 декабря снега нет. Вот, меня это беда не касается. Да, она касается вас, ребята. Вот. Она очень-очень вас касается. Но чем могу, тем спасаю. Помогаю вам.